Гопала Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я постараюсь преподнести признаки психического воздействия или же магического воздействия на тонкое тело человека. То есть подписчику канала YouTube приснилось очень необычное сновидение, и это сновидение было очень яркое. И, естественно, для того, чтобы попытаться разобраться, она обратилась ко мне. Я отвечаю на ваш вопрос и дам, соответственно, комментарии. Зачитываю всё полностью. Это сновидение, и буду стараться давать как можно больше комментариев. Мы с вами ехали на какой-то машине, цвета голубого металлика, машина старая, иномарка. Как бы за рулём... А, кто был за рулём, не могу вспомнить. Сначала уверенно было, что вы, но потом стало думать, а может всё-таки я, неважно. Мы подъехали к какому-то дому и строению, похожему на церковь, но очень узкому, как будто только одна колонна высоту. И всё. Там сидит сборщик на храм. Я чего-то подумала и говорю, что хочу остановиться, дать на храм. Но много не собиралась давать, так как мужик в монашеской чёрной одежде, у слишком добротный и толстый был. Я вытащила 550 или 650 рублей и поглядываю на вас. У вас опыт большой в этом деле, может, выявите взглядом обманщика. Но вы молчали. Я тогда начала спрашивать этого высокого мужика с рыжими волосами и бородой. На этот ли храм собираете? Он говорит, нет. На другой. Я давай расспрашивать, на какой тогда. Он пригласил нас в свой дом объяснить. Мы пошли. Откуда появилась ваша супруга и дети, я не поняла. Либо они в машине были, либо я не заметила, так как оба мы сидели на передних сиденьях, либо они в доме том оказались, то есть уже были к тому времени. Сновидение — это как бы вам донести. Состояние сновидения, состояние астрального мира, оно очень пластичное, и люди могут проявляться. Они могут проявляться в течение секунды. Тут их не было, и тут они проявились. Как бы двойники всегда привлекаются в силу кармической связи, в силу каких-то намерений. Зашли и стоим опять же вы, я впереди, и за нами ваша супруга, но она была очень беременной, то есть в положении, если не ошибаюсь, минимум 7 месяцев и детки ваши рядом. Я старалась на них не смотреть и держаться на расстоянии. Это связано с одним из предыдущих роликов, в котором я рассказывал, что в целом, как бы, если вы делаете перепросмотры, составлены ваши списки, их без особого труда можно увидеть. Увидеть, что происходило, как происходило, где вы не сделали перепросмотр, ну и так далее. Но тайком поглядывала на супругу, восхитилась, какая красивая чистая кожа, приятное лицо, волосы у неё были волнистыми, и до плеч чуть, может, чуть ниже. Сверху был голубой платок, легко накинутый. Этот мужик рыжий начал нам рассказывать, но я сильно не слушал, а разглядывал комнату, точнее пол. Он был грязноват. Кое-где ползали пауки, что меня сильно напрягало, и я прижалась к вашей семье. Вы были в одежде, как хатха-йогу делаете, то есть преподаете в своих видеопрактиках, чёрная майка без рукавов и штаны чёрные. Сам вид ваш меня удивил. Вы были, обратите внимание, потасканным и битым, с синяками на теле, зажившими ранами, но всё же оставшимися, но не новым и свежим, а как будто после войны или побоев долгих, многодневных, а может и многогодовых. Но вы продолжали спокойно стоять в своём каком-то нечеловеческом смирении, слушать, как будто бы знали, что будет. Говорю, а не потому, что был ещё человек, но я его не видел. Просто ощущение чего-то высокого и чёрного. Относительно присутствия всевозможных духов, которые находятся, допустим, рядом и которые стараются не проявиться, но так или иначе всегда оказывают влияние, такое-то также бывает, и их очень часто можно видеть во время так называемых медитаций или состояния вхождения в состояние света, то есть во время медитации на свет, очень хорошая практика. Она в буквальном смысле высвечивает всевозможных духов, которые так или иначе находятся либо рядом, либо их умы или их психическое влияние направлены на вас. И вот таким вот образом они как бы в пространстве начинают высвечиваться. Когда я болел, лежал с простудой, несколько из вас, дорогие мои друзья, знали, что я лежу с температурой, и в одном из видений я видел, как один из вас стоял между мной и несколькими вот такими вот не совсем чистыми существами, которые просто негодовали, негодовали и были недовольны вообще как бы тем, что я стремлюсь преподнести людям. Это один из вот таких вот небольших знаков. Я пошла впереди, сзади ваша жена и дети, мы ходили по комнатам, потом Рыжий подошёл и говорит, «Там вашего Виталия убили. Мы поспешили, приходим, вы лежите мёртвым, жёлто-белая кожа, синяки, побои оставшиеся почернели, рот был открыт, супруга зарыдала и бросилась с детьми к лицу. Так и осталось рыдать». Обратите внимание, мужчины с рыжим, с рыжей бородой, да, здесь написано, рыжий, написано просто рыжий. На самом деле у нас в монастыре, там где я был, есть рыжий монах. И также у нас была практика, в время которой мы с коробочками ходили, собирали подаяние, милостыню, то есть, ну, ходили мы под видом православных монахов и выпрашивали, естественно, не особо признаваясь, что мы просим на какую-то там секту псевдо-йогов, которые организовали своё какое-то сектантское поселение где-то в Нижегородской области. То есть вы, по сути, увидели одного из таких людей относительно того, что дальше произошло. Ну, я сейчас также дам комментарии. Я схватила телефон и начала искать в контактах скорую. Телефон не слушался, тормозил, потом набрала 112. Здесь в скобочках дописано, убила вас ядовитая змея, чёрная, как самая чёрная, то есть настолько чёрная, что, ну, чернее смоли, наверное, даже, что невозможно представить, но длина её была не больше метра. Я эту змею видела уползающей от вас. Она показалась одновременно и змеёй, и, обратите внимание, и высоким человеком чёрным. Я ужасно расстроилась и начала возмущаться внутри, что только мы собрались встретиться, а вас убили, и прямо перед встречей а логический ум говорит, где ты в России видела ядовитых смертельных змей. Я начала не верить в вашу кончину. Все эти мысли были как одно мгновение. Помните, я рассказывал неоднократно в некоторых переживаниях, что существуют некие нечистые существа, и они также связаны с той деятельностью, в которой я был так или иначе втянут, то есть это монастырь, секта. И один из наших, моих бывших учителей, он действительно выглядит духовным зрением как большой чёрный змей. Я посвятил этой теме уже несколько роликов. Сейчас мой бывший учитель находится в федеральном розыске, то есть его ищет полиция. Ну, это его проблемы, как бы не будем глубоко капать ему в душу, там и так не совсем чисто. Но так или иначе, как бы ролик, который я записал по просьбе представителей, по просьбе журналиста одной из газет, российских газет, этот ролик он назывался, если не ошибаюсь, «Смерть от Лая-йоги», когда у нас в монастыре была череда смертей и убийств. Этот ролик уже через день посмотрело, наверное, около половины монастыря. То есть они регулярно следят за моими детями. Это, кстати, информация из доверенных источников. То есть они постоянно контролируют, постоянно наблюдают, что я делаю. Естественно, как бы в традиции йоги существуют методы, которые позволяют оказывать влияние магическое, психическое, какое хотите. Влияние через энергетические тела, через астральные тела, через чакры и так далее. То есть на любого человека можно оказывать влияние. И вот такое влияние, оно в действительности тогда было. Та же самая температура. Потом был второй ролик, после которого также я себя очень скверно чувствовал. Это ролик о янтрах. О янтрах и о том, как я рассказывал, что видел, как родился на Земле. И после этого ролика также были очень тяжёлые последствия. Я не стал их удалять. Я сталкивался уже с такими влияниями. После побега из монастыря на меня в буквальном смысле была объявлена охота. В монастырь все вещи, которые остались в монастыре после моего побега, всё, что было со мной связано, они пособирали, даже проводили особую церемонию сжигания моих вещей. То есть это монашеские одежды какие-то, вещи, которые остались там у меня на полочке. Потом фотографии, которые были в библиотеке монастыря. А я был не самым плохим монахом. Бывший учитель возлагал на меня очень большие надежды. Он прекрасно знал, что у меня весьма большой потенциал. Его можно видеть в духовном теле. И он, конечно же, возлагал на меня как бы очень большие надежды. Но, увы, я не тот человек, который любит неправду. Ты ведь меня знаешь, Абдулла. Я мзду не беру. Мне за державу обидно. Поэтому в какой-то момент я начал упрямиться и начал противиться его приказам, его воле. И когда они это поняли, тогда и началось вот это противостояние. В результате после ухода из монастыря у меня было два года на то, чтобы… То есть я потратил два года на то, чтобы просто восстановиться и не потерять контроль над своей психикой. Потому что ситуации были очень-очень разные. Очень разные. И что касается и видений, и переживаний, были состояния даже такие, когда я просыпался… Но я только один пример приведу. Моя рука держала меня за волосы и дёргала. И я просто не мог… Я, во-первых, руку не чувствовал, но я понимал, что ею кто-то управляет. И меня таким образом пытались запугать. Ощущение было очень дикое. То есть я не чувствовал руку, но она вот судорожно дёргала меня за волосы. И я понимал, что это как бы влияние вот такое вот бывших моих товарищей из сект. Но да бог с ним, как бы все те синяки, все те побои, которые писаны в видениях… Да, на самом деле такое очень часто можно видеть, поэтому не пугайтесь, если будете видеть меня в сновидении или в видении в каком-то не совсем правильном состоянии, без рук, без ног или ещё чего-то. Не пугайтесь, как бы это тело, оно справится с любой нагрузкой. Минуточку, будьте добры, помедленнее. Я записываю. Вы можете посмотреть даже ролики, во время которых я описывал, что даже были как бы видения, в которых Престая Богородица показывала, что я пройду через все трудности, и все те, кто восстанут, они будут подобные. Кому интересно, в общем, зайдите, посмотрите ролик «Благословение Престой Богородицы», ну или я выложу в сообществе ВКонтакте, там всё сможете найти. Поэтому, что касается всевозможных влияний, да, бывает, бывает, меня в некоторой степени очень сильно треплют. Треплют и доходит даже до того, что я утрачиваю духовное зрение и способность к осознаванию в сновидениях, и способность к яркому интеллектуальному мышлению. То есть, когда я просматриваю ваши, допустим, мистические переживания или мистические сновидения, я уже знаю, на что нужно обратить внимание. Но бывают такие состояния, когда я просматриваю ваши сновидения, но у меня ум находится настолько в настолько тяжёлом состоянии, что никаких идей просто не приходит в сознание. И тогда я понимаю, что уровень энергии очень низкий, надо заниматься. И на день, на два я могу просто исчезнуть из эфира для того, чтобы восстановить свою форму и опять продолжить ту деятельность, которая так многим уже прямо сейчас помогает. И продолжу читать. «Я дозвонилась до скорой, говорю, что человека укусила змея, и он без признаков жизни лежит. Меня спросили, что это за человек. Я сказала, мне из трубки говорят, что знают такого, и с ним постоянно что-то случается. Женщина разговаривает, по манере разговора рисовалась, то есть эта женщина в голове взбалмошной и стервозной. Она начала мне перечислять, что с вами уже происходило, запомнилось что-то про воду и про землю, либо вы наелись земли, или вас отравили землёй. Нет, на самом деле там влияние было несколько другое. Влияние было связано с мёртвой землёй. Были жуткие состояния, когда мои друзья из монастыря, они как бы хотели, чтобы я не совсем был живой. И когда выполнялись практики концентрации, практики психического влияния, я видел себя очень часто в видениях, в сновидениях, находящемся на кладбище. Ну как бы я гулял, сидел на могилах, видел духов, которые были похоронены, и я понимал, что они всячески хотят, чтобы моё существование прекратилось. Но, увы, этого не произошло. Что касается воды, относительно воды также было магическое влияние, когда я уже говорил об этом, когда вы в сновидениях видите, что вас поят грязной водой, не чистой водой, либо с водой, в которую подмешано что-то, остерегайтесь, поскольку это один из признаков вот такого вот влияния, или же один из признаков, во время которого на вашу судьбу пытаются всячески оказать влияние. То есть это такие плохие знаки. В противовес сразу могу сказать, что сновидения, в которых вы будете видеть или видения, в которых вы будете видеть красивые бесконечные пространства воды или же океан, ещё лучше, когда этот океан будет светиться голубым светом, это будет символом особого благословения. То есть я, конечно же, не буду рассказывать, с чем это связано, как бы я так намёки дам, кто сможет, сам разберётся. Поэтому не ищите искусственные источники, ванны, тазики, кружки, вёдра, не пейте ни в коем случае из луж в сновидениях, не пейте ни напитки, которые вам будут предлагать, ни какой-то там из каких-то чаш, как в мультфильме, помните? Не пей, козлёночком станешь. Вот так и в сновидениях. Не пейте. Это принцип того, что через воду в ваше сознание, в вашей энергии вносится особая информация, которая впоследствии очень сильно исказит вашу судьбу. Будьте осторожны. Землю и воду я рассказал. Были ещё масса-масса всевозможных влияний. Книги описаны. Кому интересно, можете почитать. Из меня и энергии выдёргивали очень часто. В книге про жизнь в монастыре я рассказывал о том, как из меня выдёргивали золотую энергию, то есть во время того, как я спал, были существа, которые, пользуясь моим доверием, извлекали из тонкого тела энергии, и впоследствии эти энергии просто сохраняли в себе. Ну, сейчас они уже за это как бы чуть-чуть поплатились и чуть-чуть уже жалеют. Но это бог с ними. Пока она болтала, я смотрю, вы чуть пошевелились и начали оживать, но истощённый и немного и вялый. Подошёл рыжий, взял вас за ноги, вы были настолько слабым, что ничего не делали. А может, настолько смиренным. Он открыл погреб и закинул вас туда. Со словами, там ему легче будет, очухается. Я была в шоке. Погреб, там же пауки. Как там легче-то вам станет? Но мы ничего с женой и детьми не сделали, и этот рыжий с тёмным нас тоже не трогали. По большому счёту, как бы волноваться не стоит. Если видите подобное сновидение, можете просто описать. Я вам дам какие-то свои комментарии, объясню, что да как. Поверьте, благодаря милости высшим силам, высшим духовным силам, это тело ещё, конечно же, получит ещё очень много тумаков, и его неоднократно укусят и чёрные змеи, и какие-то ядовитые пауки. Но как мы сегодня с супругой смеялись, боюсь, что пауки, которые жили в этом погребе, они из-за того, что я буду там находиться, долго не проживут. Но это так, немножко юмор. До новых встреч. Берегите себя и своих близких, поскольку вроде бы кажется, вроде бы и сновидение, ничего особенного, но поверьте, эти знания, они очень-очень глубоки. Ещё раз до новых встреч.